Дилой лицо, и никому тебе котик под нос накакал.. Г-Г-Г-Г-Г-Г-Г-Г! Привет! Мы с вами продолжаем знакомится с миром тринадцать карт, в этой раз мы посмотрим их пилотный выпуск, кстати, который мы пропустили, на каналеIESADIMACI, который называется клоны рассказывают сказку. Погнали! Вно… Но.. Данная анимация не является канонком. Это фантазия на тему, что если бы клоны не переместились обратно в карточный мир, а остались бы с Фёдором. Для тех, кто не в теме, оригинальный комикс по ссылке в описании. Да, нам же говорили, что мы с тобой читали комикс «Тринадцатый карточный мир». Когда они переместились. Уже назад их как бы Фёдор запер. А говорили, что есть ещё предыстория, ещё есть другой комикс, в котором рассказано, как они изначально жили с Фёдором, и это как бы все личности Фёдора. А потом он их как-то наказал и назад отправил. Короче, там ещё есть предыстория. У Фёдора такой, у меня есть личности, у меня есть друзья, их много. Читается минут за 15. Нет, нет, нет! Что за головная боль? Зачем я вообще в это ввязался? А это по ходу сам Фёдор. Да, это он сам получается. Что такое, Создатель? Тебе плохо? Боженька. Скажи, тебе плохо? Ты прилёг потому, что тебе плохо? Тебе совсем плохо? Паническая атака. Что я могу сделать, чтобы тебе стало ещё хуже? А если бы у тебя была девушка, ты бы смог прилечь вместе с ней. Ребята! Вместо того, чтобы травмировать Фёдора, мы должны быть ему благодарны. Да, брата. За что? За то, что он создал нас обречёнными на существование в качестве его марионеток, большую часть времени... Давайте добьём его! Да, революция. Добьём Создателя и сами устроим тут своё государство. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Такой вариант. ...на тюрьме и впоследствии уничтоженными или забытыми по ненадобности. Эээээ... В любом случае, мы здесь и мы свободны! Потому что я угрожал его жизни! Не важно почему! Мы здесь и мы должны помочь ему свыкнуться с новой реальностью! Федь, тебе нужно отоспаться! Ээээ... Давайте расскажем ему сказку, чтобы он сладко уснул и наутро всё обдумал. А какую сказку? Нет, сказок лучше тех, что создаёт сама жизнь. Смотри, что нашёл, подойдёт? Ха-ха-ха. История России. Самая лучшая сказка, спасибо. Нет, настоящую сказку. Скажем, эээ... Давай про любовь! Давай про любовь! Красная шапочка! Красная? Валяйте. Только если после этого вы оставите меня в покое. Ура-ура-ура-ура-ура! Итак... Жила-была маленькая девочка. Мать любила её без памяти, а бабушка ещё больше. Ко дню рождения внучки подарила ей бабушка... Говна. Кусок говна. Это шапка! Это шапка! Просто такой дизайн шапок был. Шапка с дизайном говна. Вообще-то может быть и кросса. Это булочка. Бабушка была похожа на какашку. Это... Кроссайчик мой. Это кросса! Это шапочка. Это шапочка. Это шутка. Красную шапочку. С тех пор девочка всюду в ней ходила. Нормально. Это как шапка кросса. Всё, без ассоциаций. Ещё тут крылышко есть, если что. Нормально. Поседи про неё так и говорили. Смотрите, она из семьи простолюдинов и не носит больше одного предмета. А, видишь, когда вмешивается другой, то сразу... Мы давно не смотрели, я забыла, как зовут. Зелёного зелёного зовут Вару. Вроде бы Вару. Или нет. Короче, ну, да, не суть. Вроде Вару. И вот, видишь, сразу меняется повествование в другой оттенок. Цвет того персонажа, который сейчас рассказывает. Одежды. Вару! Что? О, Вару! Я вспомнила. Суровое средневековье. Не носит больше одного предмета одежды? То есть ничего, кроме самой шапочки, на ней не было? У-у-у! Ромео! Данте, спасай! Я с ними не справляюсь. Оу. Взрослые иногда нуждаются в сказке даже больше, чем дети. Как-то раз напекла мама пирожков. Человек выше сытостей, но лишь тогда, когда он... А, у него вечно эти суперпремудрости и всякие философии. Сложила пирожки в корзинку и попросила дочку отнести их бабушке. Нет слов таких, чтобы выразить сполна, что значит... Он такой ощущение, как будто читает с паблика ВКонтакте. Знаешь, каждую цитатку. И там, знаешь, какой-то там Амар Хаяб. Вот каждый из них. Мать, и что для нас она? Данте, я... Прости, что перебивают, и не пойми меня неправильно, я не против твоих цитат и фразочек, особенно когда они к месту. Но не мог бы ты слегка разбавить свои мудрые зречения, ну, например, сказкой, которую надо рассказывать. Я понимаю, но не понимаю, что есть что. Опасный путь не самый плохой путь. Ну вот опять? Сказала мама шапочки, посылая ее в лес. Выкрутился. Можно я попробую дальше? О. Валей. Шапочка, увидев на горизонте глухой... А он же вечно суперпереживательный. У нее сейчас все будут бояться. Она испугалась, обосралась и убежала. Все. Конец. Что-то мне подсказывает, что в оригинале было по-другому. Но, допустим, конец. Но какая здесь мораль? Окей, но если она все-таки пойдет в лес? Из исходного пункта А в пункт Б, местоположение старшего члена семьи, она дойдет без каких-либо накладок и происшествий. Продовольственные запасы также не пострадают и будут доставлены вовремя. А как же та часть с говорящим волком и все такое? Волком? Там был волк? Невозможно. Волк, конец Любу... А, скажи, что волки не разговаривают. Ну да, действительно. Зачем нам сказки? Как биологический вид не способен устанавливать вербальный контакт с человеком, так как не обладает... Он способен сажать его. В случае же возможного столкновения с ним безоружного человека в условиях дикой природы, летальный исход неизбежен. Окей, но если она все-таки встретит волка? Говорящего волка. Ты хочешь волка? О, все. Сейчас у него пойдут фантазии для взрослых всякие. Все хотят волка. Все хотят волка. Все. Мне кажется, такой сюжет был в Яндере Симулятора. Куда держит путь столь привлекательная особа? Раздался Елен и голос соблазнителя. А вашей бабушке не нужен? Зять. Зять. Внучаты. Бабушке. Робка ответила наша героиня. Могу ли я отведать твои горячие пирожки? Эй, куда это ты свой большой нос съешь, волк? А знаешь, снуть я могу не только свой большой нос, милая шапочка. Прекрасно. Ну ведь мы только встретились, ты что? Большая шишка. Все, разорвала. Большая шишка, мы же в лесу. Действительно. Ромео, прекращай рушить историю. Ты можешь убить меня. Извращала. Ну не полкую страсть шапочки и волка. А Дазмору не устал хурить. Да, кстати. И, в общем, волк ей ответил. Я вежливый и порядочный волк, поэтому я не стану больше тебя задерживать. А маленьким девочкам, кстати, в лесу делать нечего. Иди давай. И он пошел. К бабушке! Есть ее! Беспондонно вломил. Прямо как Гринч. В дом и сыр убил старую женщину. Зачем начал раздирать ее плоть. Прокусил череп. Мягкие ткани. Ну, в принципе, Уару по канону. На самом деле, плюс-минус. Они вырвал сердце и начал откладывать квасти. Лыжи кроме запланили. Вару хватит! Враг совершил тактическую диверсию. Он пробрался на территорию и принял облик бабушки, ожидая, что исходом его операции будет съедение самой Красной Шапочки. Уже скоро она пришла и постучалась в дверь. Кто там? Спросил волк. Голос у него был грубым и хриплым. Красная Шапочка испугалась и про себя подумала. Алла Борисовна? Миллион, миллион белых, алых, ладно, не важно. Нет. Подумала, что бабушка простудилась. Дерни за веревочку, тетя мое. Двери откроются. Это странная система защиты, я об этом никогда не думала. Ну, прикинь, какая отстойная у нее была система защиты у бабки, что просто за веревочку дернешь. Вообще, какая там веревочка. Она вот так вот крыша была примотана, и сверху там какой-то колокольчик звенел, и там автозамок открывался. Красная Шапочка вошла и снова испугалась. На лице бабушки было гораздо больше морщины волны, чем раньше. Ну, а что ты хотел? Годы ее не пожалели. Женщина прекрасна в любом возрасте. И Красная Шапочка такая. Ты точно моя бабушка? А ты точно моя внучка? И правда. Может, волк, это я? Что? Ну, если я твоя бабушка, и ты волк, то я тоже волк. Но если волк в конце умирает... То мы все умрем? То какая диратив история может вестись от его лица? Может, мы обе красные шапочки? И тот, кто написал сказку, выходит... Все, кукуха поехала. Есть шапочка? Или тот, кто ей сейчас рассказывает. Но что, если я не шапочка, а волк в ее маске, а ты шапочка, и я рассказываю тебе сказку, чтобы затем съесть? Сказку, где Красная Шапочка побеждает, которую я только что придумал, чтобы расслабить тебя перед смертью, вселив ложное чувство безопасности, и тогда... Тогда волк набросился на шапочку и проглотил ее. К счастью, в то время мимо проходил добрый дровосек. Дровосекеса, вообще. Дровосекеса. Дровосекеса. Нет, ну да, она на каждом заканчивалась. Феминитив. Он услышал шум, вбежал в домик, распорол брюхо волка, оттуда вышла Красная Шапочка, а за ней бабушка. А мог бы полить их. Ну, в оригинале не так было. А как? Просто он их сожрал, а потом волка убили дровосеки и все. Они из животика не вылезут никак. Вредимые. Вроде бы. Меня удивляет, что из всех клонов самый вменяемый пересказ получился именно у Пика. Это чтобы ты крепче спал. Короче, в мульте, в принципе, хорошо очень показаны характеры всех персонажей, потому что мы комикс читали, и особенности все эти были нормально рассказаны. Единственное, что, конечно, получается, мы с тобой начали эту историю смотреть как-то не с самого начала. Это начало? Это, как бы, он сказал, это как фантазия на тему. Это вообще не связано с каноном. А где смотреть начало? Оно вообще есть на канале? Я не знаю, если на канале нет, но вот в начале мульта Федор Комикс сказал, что есть ссылка в описании на оригинальный комикс. Да, нет, это тот комикс, который мы смотрели. А вот есть ли видеокомикс в начале? Тот самый комикс, который мы смотрели. Нет, это уже продолжение. Наверное, есть какой-то комикс, где он рассказывает о том, как он вообще создал этих клонов, откуда они вообще появились, как они с ним жили, почему он их запер. Наверное, что-то такое должно быть. Короче, я не знаю, есть что-то такое есть, и если вам будет интересно, то мы можем это посмотреть, если это есть в каком-то видеоформате. Короче, вот такая реакция получилась. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор. Сложный выбор.